всем привет добро пожаловать в новую серию по спарже направляюсь сейчас к ребятам которые занимаются лепкой стеклопластика или стекловолокна всяких там коробов и обшивок дверных карт направляюсь туда потому что мне надо слепить рамку сейчас вам все покажу которая купил еще в прошлой серии потому что у меня единство это единство место где мне устроил ценник я еду именно в тот момент когда на улице уже практически темно но что поделать освободился я поздно вот уже что у нас время 5 часов только мы сейчас 20 минут 6 уже практически темень но сейчас я в любом случае успею доехать и показать вам что собственно будет делаться с рамкой ехала сюда напомню чтобы срасти вот эту вот рамку под 10-дюймовый планшет который купил в прошлой серии за 2000 рублей вот с этим центральным воздуховодом моей старой панели чтобы это выглядело примерно вот так конечно сейчас если они там на месте еще подойдем посмотрим подгоним это все дело вот зафиксируем выставим хотя бы углы и все отдаю в работу и пусть они пока потихоньку ковыряются и потом когда наскребут денег я конечно же это дело заберу отдал я рамку но еще какие-то нюансы я уточню завтра потому что нужно померить глубину сама магнитолы замерю глубину на которой садится магнитола чтобы уже знать все нюансы и чтобы человек знал как у него есть размах потому что магнитола надо посадить максим ну вообще рамку то то максимально глубже в панель чтобы она заходила и не сильно выпирала также так на вскидку глянули углы на которую надо сделать чтобы она не мешала во первых мне как водителю поворачивать руль ну и не вычурно смотрелась вообще в салоне от этого кантика вот нижняя часть вот то что показывал мне нужно знать чтобы вот тут у нас был размах на какую глубину можно максимум посадить чтобы магнитола не упиралась вот в этот железный вот каркас под панелью приехала сейчас домой немножко подустал не получилось у меня сегодня заняться проводкой как я хотел под электроусилитель но зато есть хорошая новость скорее всего я пойду вечером и заберу же электроусилитель сам мотор с мозгами причем там еще карданчик будет в придачу но карданчик я уже купил на разборке днем ранее ну ладно попробую вернуть его обратно чтобы хотя бы 500 рублей да сэкономить там скорее всего не работают мозги ну на гидроусилитель на электроусилители которые я поеду сегодня покупать но планируется взять его за 3000 и потом еще нашел уже мозги на авито за 4000 и того выходит 7000 плюсом еще вот там проводка карданчик плита вот это для установки электроусилителя вышло мне в 3000 и того электроусилитель по моим планам и расчетам выходит мне в 10 тысяч в принципе это неплохо дай бог чтоб все получилось и работало но в любом случае что из этого выйдет вы увидите в этом же выпуске повторюсь я опять приехал же домой забрал наконец-то компрессор сейчас его притащу домой и буду ковырять его соберу из 2 1 получается нерабочий наверное отправиться на помойку но хотя скорее всего останется потому что мало ли что будет с корпусом вот эта проводка про которой сейчас говорил для электроусилителя стоит она 1350 в принципе неплохо учитывая то что она была сразу же в наличии в магазине а самое дешево то что находил это на тем turbo по моему за 1270 ну и плюсом там еще за ставка 300 рублей ну и того полторы тысячи где-то и выходила а здесь и никуда особо ездить не пришлось 1300 у меня как готовая коса в принципе вот это такого производителя по качеству должна быть отличная в принципе такую косу можно собрать и самому но мне попросту лень и по цене выйдет на рублей 500 до дешевле потому что такие это разъемы я находил стоят 300 рублей плюсом купи провода это тоже где-то в рублей в 500 выйдет потому что там тут матки надо диких просто дикого метража и разного как видите сечения плюсом клеммы предохранитель 50 амперный и так далее плюсом изолента гофра короче да проще купить и не парить себе мозги и вот соответственно этот карданчик но электроусилитель который я нашел сегодня которым поеду он тоже идет с карданчиком этот карданчик я попробую вернуть на разборку вот я купил на разборке за 500 рублей и вот как бы надо его вернуть либо там поменять на что-нибудь другое может он мне не нужен также еще купил один замочек на спинке задних сидений потому что у меня они полностью сняты убраны они то есть были еще заводские сломаны у меня я уже несколько лет как езжу без них но в принципе мне спинки сами по себе там не откидываются не гуляют сдержатся нормально но все-таки решил купить стоит эта штучка 150 рублей вот купил вместе с проводкой сразу же так ну купил один потому что пока неохотно это тратится да за жопил 150 рублей купил бы сразу второй замок ну это вообще это не к спеху это не горит и это на как никак на вид не влияет и так далее так далее так далее вот но поставлю тут на днях потому что сегодня уже не успел время уже пять часов доходит и сейчас уже стемнеет короче вчера настолько увлекся что быстренько пересобрал компрессор даже ничего не снял не сфотка особо из такого одна фотка как я в процессе перебирал собирал один компрессор из двух в общем вот здесь теперь дохлый мотор и моя взорванная башка с переломанным поршнем либо там коленом вот но взять с этого компрессора уже по сути ничего только если голову фильтр и корпус мотора ну и вот эти вот крепления все больше он с него ничего не взять ну ладно еще там может поршень а шатун сам он переломанный вот забегая вперед скажу что я уже проверил этот компрессор он у меня работает все вот мотор это мой еще здесь мой этот шланг потому что у нас хорошим обратным клапаном фильтр мой ну и по сути все а еще голову поршня тоже с заводскому заводским кольцом я свой поставил потому что у меня хороший был без уноса а еще и цилиндр свой поставил потому что вот у этого компрессора дохлый который я купил на запчасти он такой чуть под изношенный был я не знаю как как надо ездить и как и насиловать компрессор чтобы он был такой весь ржавый убитый с поношенным кольцом у меня прям вообще целка но по сути он отходил года полтора вот и это мой первый компрессор тоже получат баловую сопневму но он смотрите у меня в каком состоянии прям замечательном но не суть также съездил купил наконец-то электроусилитель приоровский за три косаря висел он за четыре я приехал и говорю братиш ну точнее позвонил сказал братиш дай мне за трешку он такой ну ладно хрен с тобой забирай за трешку шел он сразу с карданчиком причем с нормальным таким карданчиком буквально пару дней назад я купил на разборке за 500 рублей вот этот карданчик который выглядит то страшно и по работе мне не очень нравится потому что он как то ну как будто подшипники так это уже сдохли вот даже сравнить с этим он такой плотненький плавно то ходят и плотно вот здесь он как трещотка не знаю наверно обратно вернуть вот но к сожалению у этого электроусилителя не работает мозг то есть вот эта вот часть она еще у меня версии 660 65 в принципе важный вид нашел такой за три с половиной мозг но у меня нету денег я как бы рассчитывал вообще рабочий электроусилитель купить за пятерку но они рабочие с мозгами на разборках идут от 10-15 тысяч это вот у кого купил карданчик он продает усилители за 15 тысяч то нахер бы они нужны 15 тысяч когда можно за 23 купить полностью новый комплект с проводами с карданчиком с плитой и просто поставить и радоваться жизни переместился сейчас машину буду подключать электропроводку постараюсь показать подробно куда все дело это подключается придется разобрать приборную панель кожуху руля и конечно же залезть моторный отсек подключить минус и плюс на кб но кб у меня в багажнике поэтому чего-нибудь придется придумать и засунуть 15-амперный предохранитель в блок предохранитель соответственно потому что у него есть здесь разъемчик специальный под это дело а партнером этого выпуска стал интернет-магазин бункер если хочешь современный топовый шмот то переходи в описании под видео вводи промокод аспарагус и получи скидку 10 процентов на любой товар из магазина вся загрузка заключается в том что в интернете но не так много информации именно по подключению проводки конечно же есть drive 2 но и там тоже иногда так все смыльно показано но на первый взгляд в принципе подразобраться можно провода как обычно везде на всех комплектах различаются и поэтому придется еще немножко саму подумать и так же у меня тут вызывают вопросы некие всякие такие вот проводочки дополнительные ну ладно думаю с ними разберусь сейчас забыл сказать к сожалению у меня конечно же приборка не поддерживает руль ну электроусилитель потому что нету на него ошибки здесь замуж что эти вот колесики это значит усилитель руля но хрен его знает потому что вроде такая приборка на него не шла и вот этот ключик тоже не знаю что значит над нара сигнализации либо иммобилайзер но остальное в принципе все уже понятно еще забыл сказать вот интересный момент сейчас у меня в данный момент стоит гитара от шевинил и то есть чуть-чуть удлинен карданчик чтобы я смог поставить на старую приборную панель с кожуха ты евро панели либо ну от приоры и вот как он сейчас выступает в данный момент то есть крепится на все штатные места снизу на 2 и как бы к улитке тоже на один болт мы там по себе тоже закреплен все по качестве сделано все по качеству по заводскому вот правда руль чуть-чуть у меня вылет имеет небольшой но это в принципе не страшно и вот интересный момент будет час заметить когда поставлю электроусилитель руля потому что сейчас данный момент кожух не буду ставить обратно потому что раз буду позже чуть-чуть буквально недели ставить электроусилитель насколько изменится вылет или изменится он вообще или останется прежним либо уйдет во внутрь либо идет на внешку вот это вот интересно будет сейчас мне посмотреть но по моему по каким-то вот таким вот первым данным который успел заметить он все-таки вылезет на где-то сантиметр полтора наверное точно но не знаю будем пробовать конечно же бы не хотелось но чё поделать не пилить же потом электроусилитель руля ради кожуха чтобы поставить также чуть-чуть на место но будет чуть уступать ладно не страшно чего не придумаем а приборку оказывается здесь очень много грязи скопилось вроде пару лет назад когда стал приборку все здесь убирал но опять все засралась ладно вот мне необходимые пины сейчас я буду тут их искать точнее пины разъемы вот и буду искать пины которые мне нужны вот но думаю справлюсь тут конечно же подключение странное местами потому что вот тут что-то такие вот разъемчики они не отдельные точнее они как раз таки отдельные а вот эти они какие-то непонятные это тоже вставлять надо либо как-то параллелить не знаю придется сейчас конкретно разбираться наконец-то под закончил укладку проводов под шутком приборов немножко все тут подмотала за лентой разделил вот так вот на косы чтобы это все дело мне в перемешку не было сейчас еще перемотаю анти шоу но этим антискрипом как его правильно назвать в общем по подключению на красную колодку у нас приходит оранжевый это плюс от зажигания и датчик скорости это у нас вот этот вот серый провод на белую колодку у нас приходит коричневый это тахометр ну или спидометр если кто не в курсе на самой колодке черной вот так вот разъемом к верху ну точнее защелка кверху смотрим белый провод это диагностическая лампочка серый это спидометр коричневый у нас пидометр тахометр показатель оборотов и оранжевый это плюс вот от зажигания дальше черный минус минус я буду брать вот там вот где вот у него он в уголке провода идут на кузов вот как раз то хорошо пойдет минус и вот эти два провода я сразу же их откусил и за можно сказать крым лучом то что они нужны это л разъем и аши разъем по моему так называется в общем они никуда не взаимодействуют многие просто делают как подключают спидометр тахометр и плюс от зажигания вот сюда на щиток приборов и все на этом все заканчиваться но я еще хотя бы подключу сейчас минус на кузов и соответственно еще вывел диагностическую лампочку вот она мне сюда болтается просто в чем прикол этот белый провод он идет от мозгов электроусилителя а вот этот рыжий провод он как раз идет отсюда то есть вот от замка ночи от плюса вот он вот идет уходит поэтому как то так ладно уже все стемнело я устал продолжу завтра раз думаю может чуть-чуть подсоберу щиток приборов но сюда я уже точно больше не буду возвращаться здесь уже все сделано дальше по плану сделать только вот эти вот плюс минусом пустить основные хотел предохранители зацепить на блок предохранители но не подходит пластмасска по ширине другая она почему-то вот ну разберусь ладно ну по сути все а ну и минус прикручу разъемы пока есть так подкрутил чтобы они не мешались все равно сейчас бороду еще вставить не буду все а щиток приборов можно уже собирать и да на всякий случай я провода эти девать никуда не буду просто видите какой у них разъем я не помню куда идут такие разъемы но по моему куда-то на мозге они цепляются вот но пусть они лежат вот тут я запасик оставил хороший если что можно будет всегда их прикрутить на скрутке и пустить как-нибудь то есть но я думаю что они стопроцентно не пригодятся попросту потому что я как минимум вывел диагностическую лампочку короче идет третий день занимания с проводкой вывел наконец-то я силовые провода в подкапотку провел через отверстие под гидравлический корректор фар я вот соответственно убирал когда делал клин лук подкапотки и оставилась там резинкой через одно отверстие мне удалось просунуть аж целую гофру вот с этими проводами примотала конечно же все на стальную леску и вытянул вот но я буду когда ставить электро корректор фар соответственно я же через эту же гофру наверное и проведу провода на фары вот сейчас у меня в планах взять такую вот штучку этот от корректора фар осталось крепилась она вот сюда но только в салоне сделать вот сюда так вот и и пустить провода потому что я вдумал пускать вдоль моторного щита там за рулевую рейку но мне не понравилось то что вот такая вот длина проводов остается а тут аккуратненько сейчас так вот за изолирую чтоб туда пыль не летела в гофру замотаю и пускал провода по гидролинии вывожу на плюс наверное по него пускай здесь цепляю сразу же плюс а минус веду дальше по проводам и цепляю на кузов ну как то так ну плюс в любом случае цеплять сюда это у меня единственный плюс вот прямой провод от аккумулятора который идет а вот минус я точно даже не знаю откуда бы взять с мотора с коробки как бы под вопросом единственный минус который мне идет это вот он идет и на файры на туманки там вентиляторы у меня тут просто все спрятано вот не знаю сейчас думаю чуть-чуть да придумаю все наконец-то закончилась подключением вот переложил все в гофру такого небольшого диаметра не нужно не скажу насколько по моему сантиметровая вот выход из большой гофры в маленькую идет идет подключается к плюс от аккумулятора ну точнее коммутируется хомутами чтобы это все аккуратно было уложено вот идет 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 плюс выходит из гофры сразу подключается на плюс пришлось конечно же рассверлить ну как мне не было сверла собой дрели бокорезами я расковырял до нужного диаметра чтобы насадить на шпильку чуть-чуть запорол резьбу в начале ну ладно вроде затянул все держится ну а дальше идет опять гофра там остается минус тут все подкрепил хомутами вот тут идет когда датчик с коробки это помог это не задний ход по моему или задний ход не знаю все идет 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 и приходит сюда минус сюда же у меня приходит минус от фар от поворотников и от всей подкапотки в общем конечно тут не хотела чуть длины вот мяч болтается но опыт закрепил так бы в идеале чтобы он шел вот через этот хомутик и с остальным минусом приходил сюда ну ладно хотя бы так конечно же сейчас поразмыслил чуть и в идеях у меня появилась пустить вообще проводку на электроусилитель через крыло как я делал самовайкой и с патрубком с радиатора но пока до этого доберусь не знаю сколько время пройдет то что это очень муторная этот один проводок такое как просунул потому что мы же место особо не оставалось вот а еще электроусилитель конечно вы в идеале еще провод сам этот зеленый будут отсюда бы убрать пустить также бы через крыло будучи классно ладно а я пошел пока в салон доделаю там чуть-чуть по проводке под рулевым кожухом и все из проводкой закончена забыл показать вот на такой крабик я все сделаю сделал притянул к шпильке на которые установлены для трубки тормозные все смотрится аккуратно и грамотно сделал одно это сидела гофрой чтобы не было никаких пересечений вот это гофра кстати это идет у меня там патрубок на пневму на подушку с этой стороны потому что у меня был просто вот эта трубка 6 миллиметрового болталась вот она обо все вырез тут терла в арку обрейку терла вот запустила тоже в гофру сразу чтобы все было красиво аккуратно осталось сделать это еще с правой стороны ну ладно там нормально все положено вот как то так есть время и желание вот еще одна причина почему осенью рука я считаю это не дело на дело он полную хуйню и зимой а